Привет всем из Токио! Сегодня мы с вами гуляем в районе Умоты Сандо. Заглянем в магазин и посмотрим, что продается. Одежда, косметика, обувь. Посмотрим, какие здесь модные бутики, торговые центры, одежда для дома, японские модные бренды одежды, интересные магазинчики. Заглянула в магазин марки DHC, показываю, что купила. Бады, увлажняющие патчи для глаз. Все попробую. Также распакуем крем от морщин, средство для удаления макияжа и водостойкой туши. И распаковка других небольших покупок от бренда Hermes и Paul & Jo. Приятного вам просмотра! Ну а мы с вами уже сейчас находимся в районе Умоты Сандо. На главной улице можно видеть много бутиков, всемирно известных брендов. Прада, Лоэ, Василин, Фэнди. На той стороне я вижу Эмпорию Армани и Квотч. Давайте пройдемся по этой улочке. Большой магазин от Apple. Есть также и в этом районе Токио. Приветствую всех еще раз. Мы с вами идем по длинной улице в районе Умоты Сандо в сторону Харадюку. Будем заходить в разные магазины, смотреть витрины. Английский бренд Jimmy Choo, обувь, сумочки. А на той стороне бутик Louis Vuitton. Помните, в прошлом видео мы с вами смотрели новую коллекцию, совместную с японской художницей Яйой Кусама. Расцветки с яркими точками, бесконечность. И вот в этом бутике в витрине можно видеть саму художницу. Установлен робот-андроид. Точная копия Яйой Кусамы. Также такие витрины можно сейчас видеть в Нью-Йорке, Лондоне и, возможно, других городах мира. Жил Сандер и бутик Отермес на той стороне улицы. А сейчас мы с вами подошли к торговому центру, который называется Умоты Сандо Хиллс. Из старых построек мне очень нравится. Оставили два домика. А здесь уже вот такой длинный современный торговый центр. Немного кафе и ресторанов. Можно видеть, что есть внутри, где можно перекусить. На первом этаже располагаются дорогие бренды. Хлоя. Заглянула вовнутрь. Давайте посмотрим сумочки. Коричнево-карамельный цвет и ярко-розовый. Цвет фуксии очень красивый. Также померила плащ из денима. В общем, он мне понравился на вешалке, но, померив, не очень подошел. Оверсайз. Объемный, тяжелый, но он утепленный. Больше пальто, чем как легкий плащ. А сейчас, друзья, мы с вами внутри торгового центра. В этом районе у Мотесандо нет ни одного департмент-стоу, универмага. Здесь только магазины и вот такие вот торговые центры. Небольшие бутики вдоль всей главной улицы и в переулках. Давайте посмотрим, что продается в этом торговом центре у Мотесандо Хиллс. Здесь представлено очень много японских брендов. Вот этот бренд называется Диаграм. Продается во многих очень магазинах в Японии, в разных районах. У меня даже есть летнее платье от этой марки и летний плащ яркого желто-салатового цвета. А сейчас, посмотрите, представлены вот такие вот кардиганные жакеты в стиле Шанель. Ткань что-то вроде твида в черном цвете и в желтом. Даже цепочка, как в бренде Шанель. Ну что ж, друзья, вот так вот я выгляжу. Сегодня розовенькая и пушистенькая, можно сказать. Худи, сумочка и шарфик розового цвета. Пальто тоже оделось сегодня светлое. Давайте посмотрим, что еще продаются. Вот такие вот кардиганы. Ткань плетеная. Похоже на твит, что-то с трикотажем. А вот это новая коллекция. Смотрите, какие приятные уже весенние цвета. Розовый, лавандовый. Рубашки, весеннее пальто. Ткань чувствуется смешанная на ощупь. Не стопроцентный кашемир, скорее всего, шерсть кашемира и, наверное, полиэстер. Ну, оттенки очень нежные, приятные. Куртка продается с искусственным мехом белым. И платье трикотажное. Ну, такая модель, думаю, точно будет полнить. Но здесь бывают иногда интересные модели. Давайте посмотрим другие японские бренды, что одета на манекенах. Название я вам буду показывать. Широкие брюки с запахом. Практически юбка брюки, можно сказать. Удлиненный свитер, очень интересный, с разрезом. И стеганая куртка. Сбоку завязки, в японском стиле. Пушистый свитер, очень приятный. Светло-бежево-розовый цвет. Давайте посмотрим, цены какие. 26 400 японских йен. Это примерно 200 долларов. Сейчас это новая коллекция была. А сейчас давайте заглянем в магазин. Домашняя одежда. Называется Джелато Пикоя. Японский бренд. Он очень популярный. В разных магазинах, в разных районах можно найти. Но здесь огромный бутик. Посмотрите, новая коллекция со снопиком. Такая прелесть. Этот бренд использует очень мягкие ткани. Вот этот кардиган мне понравился. Он считается как унисекс. То есть и для мужчин, и для женщин. В двух размерах продается. А другие модели в коллекции в одном только размере. В небольшом. Вот такие очень симпатичные кардиганы. Белый, наверное, женский, а серый мужской. А здесь коллекция ко дню Святого Валентина. Новая. Еще пушистые варианты кардиганов для дома. Классическая коллекция в полоску нежных цветов. Посмотрите, какая ткань. Она воздушная и очень-очень мягкая на ощупь. Детские коллекции для малышей. Большой выбор здесь, в этом магазине. Коллекция домашней одежды для мужчин. Консультанты тоже одеты в пижамы от этого бренда. А при входе даже есть кафе от Джелла Тупикоя. На той стороне вижу магазинчик Рефа. Массажеры для лица. Заглянем, посмотрим, какой ассортимент сейчас. Это очень популярные массажеры для лица с микротоками. У меня есть для лица два массажера от Рефа. Показывала вам как-то в видео. Разные формы они есть. Маленькие, большие для лица. Самые маленькие для кожи вокруг глаз. Есть варианты для тела. А вот это новый дизайн. Массажер для головы. Я хочу как раз купить такой массажер для головы. Он, правда, без микротоков. Но очень приятный массаж. Им можно пользоваться в ванной. Например, даже мыть голову и делать массаж. Вот такие еще варианты фенов новинки. И душевые лейки от этого бренда продаются. Товары для домашних животных. Собачка пришла, наверное, на стрижку. Или на процедуру маникюра. Салон еще есть в этом магазине. Кафе, магазинчики. Вот мы с вами пришли уже к перекрестку. И далее уже идет район, который называется Хараджук. Вот такая вот длинная-длинная улица у Мотесандо. И в конце можно увидеть торговый центр. Давайте тоже заглянем. Посмотрим, что здесь продается. Интересно оформлен вход. Весь в зеркалах. Многие здесь фотографируются для Инстаграма. Получаются очень интересные фотографии. Небольшой торговый центр. На втором этаже можно видеть обувь, сумочки. Сейчас спросила у консультанта. Это марка из Сингапура. Ну, а я вам показываю еще раз свой образ дня, так сказать. Нашла большое зеркало. Давайте посмотрим, какая обувь здесь представлю. Это очень интересные модели. И они стоят совсем недорого. От 40 до 100 долларов примерно такие цены. Туфли на прозрачном разноцветном каблуке. 8900 японских йен. Это примерно 70 долларов. Сейчас курс йены остается еще достаточно низким. Много обуви на грубой подошве. Вот такие массивные ботинки. Ботильоны, также сумочки, аксессуары, украшения представлены здесь. Рядом на этом этаже очень симпатичный магазин косметики. Люксовые бренды представлены здесь. Европейские и японские марки можно видеть. Addiction. Очень у них хорошие тени для век. Здесь магазинчик маленький, поэтому представлено небольшое количество. Вот этот оценок очень симпатичный. 033P у него номер. Очень используемый для повседневного макияжа. Холодный коричневый тоуп. А здесь косметика Pull&Jaw. Помады с кошками. Вот такую пудру я вам показывала. Очень хорошая финишная пудра для лица в красивом кейсе. Также хорошие у них и тональные основы, и базы под макияж с сиянием. Популярные в Японии. Lunasol. Очень известный люксовый бренд. Много хорошей декоративной косметики. Здесь особенной популярностью пользуются тени. Румяна очень хорошие. Вот такие палетки теней. Разные цвета. Многие из таких показывала на канале, в бьюти-видео, в видео-обзорах. Разные текстуры. Есть тени и с блеском, и матовые. Номера цветов написаны внизу под каждой палеткой. В основном по 4 оттенка в палетке. А сверху стоят вот такие значки. Это косметические премии. Популярные. Очень видите, сколько премий выдали этому бренду, этим продуктам. Каждый сезон выходят лимитированные коллекции. Вот такие весенние оттенки сейчас представлены. Помады, лак для ногтей, тени. Наборы румяна, кремовые и сухие есть. Умывание от Лунасова. В этом видео покажу вам более подробно. Вот такое вот масло для удаления макияжа. А это гель для умывания. Очень хороший. Тоже видите, с левой стороны косметические премии стоят. Новинка, но уже успела получить косметическую премию. Тональные основы хорошие. И вот эти вот блески. Это масло для губ. Тоже недавно совсем вам показывала. В видео о фаворитах косметики. Средствах для губ. Как раз вот такой розовый оттенок у меня есть. Они очень увлажняющие, с натуральными маслами. Как бальзамы для губ. Давайте посмотрим, что еще на этом этаже. Jill Stewart. Молодежная одежда для девушек. И огромный корнер Jill Stewart Beauty. У них такая красивая косметика. Такая милая. Все в необычной, симпатичной упаковке. Есть вот такие подарочные наборы. Можно составить самим. Зеркало, блеск для губ. Ароматные кремы для рук. Посмотрите, а здесь продается зеркало. Отдельно. Точно такое же, как у меня. Вот такое. Очень хорошее качество. Несколько лет уже им пользуюсь. С кристаллом, с ажуром. На длинной ручке. Удобно его держать. И представлены образцы других вариантов. Складные. Поменьше они размером. Другой немного дизайн. Расческа даже продается тоже в таком дизайне. Разного уровня щетинки. Целлофан ее запечатали. Не очень понятно. Но выглядит вроде очень даже неплохо. Думаю, хорошая расческа. Японское производство. Косметика вся тоже японского производства. Смотрите, какой огромный выбор. Справа это лаки для ногтей. А здесь помады. Я поднялась этажом выше. А здесь оказался Аутлет. Продается все со скидками. Максимум 80%. Ничего себе. Номер 21 бренд. Старая коллекция. Не знаю, сколько лет. Давности. Вот такие скидки хорошие. 88% большая скидка. Покажу вам, какие здесь еще марки представлены. Тоже написано. 84% скидка. 9900 японских йен. Вот такая юбка-брюки. 75 долларов примерно. Бренд Forte Forte. Ткань интересная. Таракотовый цвет с золотым блеском. Жакет. Даже Дживанши, Балмейн, Стелл Маккартнин. И Мидзон Китсуне. Это японский бренд. Посмотрим, какие сумочки продается. Вот такая из ткани. Очень симпатичная. 60% скидка. 17900 японских йен. От Хлои тоже сумочки продаются. 109 тысяч йен. Это примерно 700-800 долларов. Верхняя одежда. Пуховики. В общем, здесь дополнительно еще сезонная скидка. Магазинчик, где продаются чехлы. Для телефона. Огромный выбор. На втором этаже ремонт. Наверное, что-то еще откроется. На этом сегодня заканчиваю шопинг. Надеюсь, вам интересно было прогуляться в районе Умоты Санду. Итак, друзья, я дома. И сначала у нас с вами будет распаковка из магазина Beauty and Health DHC. Заглянула недавно в этот магазин. Давайте покажу вам кусочек этого видео тоже. Вот такой бьюти-магазинчик, где продается косметика. Пищевые добавки, витамины. Все от японского бренда DHC. Вот такие я пью. Нужно купить еще упаковочку. For Scalin. Для сжигания жира улучшает обмен веществ. Натуральная добавка. Много очень витаминов. Видите, целый стенд. Витамины, БАДы. Чай, разные добавки. Витамин С. Вот этот очень хороший. Недавно вам тоже показывала на канале. Витамин Б комплекс. А вот это на токе надзе. Ферментированные бобы. А это 5-ALA. Одна из самых популярных добавок. Сейчас укрепляет иммунитет, простуда, вирусы. Много всего интересного. Здесь вот на красной упаковке написано прополис. Популярные бальзамы для губ. От DHC. Лип-крем называется. Крем для губ. Еще хочу купить, попробовать увлажняющие патчи для глаз. Пищевая добавка. Альфа-липоевая кислота. Тоже пробовала ее. 90 дней курс. Большая упаковка. По 2 штуки в день пьют. Внутри капсулы. Витамин Е. Витамин красоты его называют. Тоже показывала буквально в прошлом видео. Кому интересно, подробнее посмотрите. А это церамида для увлажнения. Увлажняет кожу изнутри. По 1 штуки в день пьют. Хорошая очень тоже добавка. Вот это биодобавка для людей с сахарным диабетом. На 30 дней курс. По 3 штуки в день принимают. По 1 штуке после еды. Снижает сахар. В магазине можно проконсультироваться. Спросить у консультанта. Или почитать самим. Сделать перевод. Итак, давайте распаковывать. Что я купила. Вот такой вот бальзам для губ. Видите, косметическая премия. Правда, в 2008 году. Очень давно он уже выпускается. Популярный. Увлажняющий бальзам. Крем для губ. Недорогой вот такого персикового цвета флакончик. В составе увлажняющие компоненты. Оливковое масло, алоэ, витамин Е. Лекарственные компоненты для увлажнения и защиты губ. Покажу вам всю длину стика. Входит 1,5 грамм. Крем прозрачный. Без запаха, без отдушки. Без красителей и парабенов. Увлажняет, смягчает губы. Нелипкий. Давайте смотреть дальше, что еще я купила. Решила попробовать еще патчи для глаз от DHC. Два варианта. Помните, в прошлый раз я вам показывала вот такой вот в черной коробочке. Я уже все их использовала. Пустая коробка. Покажу вам кусочек видео, как они выглядят внутри. Это гидрогелевые увлажняющие патчи. С разными экстрактами, гиалуроновой кислотой. От морщин, вызванных обезвоживанием. Хорошие патчи. Мне понравились очень увлажняющие. Немного они, как бы так сказать, покалывают кожу. Но на мне такое действие всегда от всех гидрогелевых масок. Наклеивают их под глаза и на носогубные складки на 10-15 минут. Купила другой вариант попробовать. Вот такой в белой упаковке с розовым. Это уже совсем другого типа патча для кожи под глазами. Они сделаны из более плотной ткани, как пластыри с увлажняющими компонентами внутри. 6 штук в коробочке. Написано, что наклеивать их нужно на всю ночь, но минимум на 20-30 минут. А вот этот вариант предыдущие гидрогелевые патчи на 10-15 минут. Давайте откроем, посмотрим, попробуем, протестируем. Содержит 11 видов компонентов, направленных на улучшение состояния кожи от морщин, увлажнения. Для кожи глаз склонны к потере эластичности. Придает упругость, разглаживает морщины. Итак, приклеиваем пластыри к коже. Написано, что лучше предварительно кожу немного увлажнить. Видите, какие они липкие, хорошо приклеиваются к коже и держатся всю ночь. Ну, если не спать, конечно, лицом в подушку. Пластыри патчи очень плотные. Высокополимерная гелевая часть содержит увлажняющие компоненты. Эссенция красоты. Различные экстракты растений. 11 видов. Вот таким образом нужно хорошо, ровно приложить и следить за тем, чтобы ни в коем случае кожа не заложилась внутри. Складку под пластырем ровно их нужно приклеивать. Очень хорошо разглаживает морщины. Мягкие, комфортные, никаких покалываний и других ощущений нет. Рекомендуют использовать один-два раза в неделю. Я нанесу свой уход на все лицо, потому что патчи наклеила, а на лицо ничего не нанесла, только лосьон. После лосьона я обычно использую какую-нибудь сыворотку и зимой крем. Сегодня нанесла сыворотку от Canebo. Антивозрастная лифтинг. Распределяю на все лицо. Приятная текстура и нежный цветочный аромат. А крем для лица тоже японский люксовый бренд Suco. Ссылку оставлю внизу под видео. С названиями средств, которые я использую сегодня. Кому интересно, подробнее открывайте, смотрите. И еще средства от морщин, которые можно использовать под глаза и на зоны, где есть морщины. Но сегодня под глазами у меня наклеены патчи, поэтому наношу на лоб и носогубные морщины. На патчах написана интенсивная терапия во время сна. Размягчает старый кератин и состав полностью проникает глубоко в роговой слой. Ну вот, друзья, вот такая интенсивная терапия. Давайте посмотрим еще один вариант патча. Меня заинтересовала форма, такая необычная. Как интересно их можно будет наклеить, подойдут ли они вообще по форме. Пакет с герметично закрывающимся замком. И внутри вот такая пластиковая коробочка. Внутри нет никакой жидкости. Я даже сначала подумала, что я ошиблась и купила патчи из ткани, ничем не пропитанные. Но посмотрите, открыв их, разоденив, можно видеть увлажняющую эссенцию внутри. И на упаковке написано, что содержит наноколлаген, наногиалуроновую кислоту и наноэластин. Также четыре типа мультипептидов. Написано признаки старения и придают глазам увлажненный вид, упругость. Мелкие морщины от сухости, от сухого воздуха. Клеят их вот таким образом. Внизу широкая часть, наверху соответственно узкая. Получается такая кошка, как в Бэтмен, только белого цвета. И держать на коже патчи написано 10 минут. Предварительно ничего не используют, на очищенную кожу лица приклеивают. И потом остатки крема вбивают в кожу. Тоже хороший вариант. Можно комбинировать все три, один раз в неделю. Пластыри на ночь. А увлажняющие варианты можно делать даже днем, перед макияжем. И оставшиеся патчи в коробочке убираю обратно в пакет. Давайте посмотрим, что я купила из пищевых добавок. Закончился у меня вот такой пакетик 5-ALA. Купила еще, пью зимой, в сезон всяких вирусов. 5-ALA это аминокислота. В Японии ей даже лечат синдром усталости после коронавируса. Также принимают как профилактику от вирусных заболеваний для укрепления иммунитета. Защищают от инфекций вирусов гриппа. Имеют антиоксидантное действие. Придают тонус, энергию, бодрость. В этом комплексе главный компонент 5-ALA. Аминокислота. Также Q10, коэнзим Q10. Железо, цинк и витамин D. Принимают по одной капсуле в день, запивая водой. Капсулы небольшие, легко их пить. И такая упаковка рассчитана на один месяц. Купила еще одну упаковку на токенадзе. Уже миллион раз вам показывала. Но я пью постоянно. Это ферментированные бобы. Чередую. То вот такой вот вариант от DHC. Иногда принимаю еще от японской медицинской компании Кобаящи. На токенадзе это ферментированные бобы. В Японии есть такая еда. Бобы называются нато. Они очень полезные. Особенно у кого повышенный холестерин, риск образования тромбов делает кровь гладкой, улучшает кровоток, снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Это комплекс. Входят на токенадзе ферментированные бобы, кварцетин, DHA и PA из омега-3 кислот полезных. Натуральная нужная добавка всем, у кого минимально хотя бы повышен холестерин, профилактика инсультов, инфарктов, не имеет аналогов в мире. А это экстракт доника. Такой пакетик рассчитан на 30 дней. Принимают по 2 капсулы в день. У меня уже заканчивается. Но я эту добавку не принимаю постоянно. 2-3 раза в месяц по необходимости. Она снимает отечность. Бывают такие дни, когда отекают ноги, лицо. Особенно если на ночь выпить чайку и съесть еще что-нибудь солененькое. В общем, если что, вот такая есть добавка, друзья, снимает отечность. Выводит жидкость из организма, экстракт доника. Это главный компонент. Также экстракт гинка белого, экстракт острого перца и чая джава. А эта добавка называется фоскарин. Тоже купила, потому что пью сейчас постоянно. Такой курс рассчитан на 30 или 60 дней. Принимают от 2 до 4 штук в день. Я пью обычно по 2 штуки в день. Но если вы будете принимать первый раз, попробуйте, что вам подойдет больше. Эта добавка расщепляет жир и улучшает обмен веществ. Добавлены экстракты и витамины для стройности тела. Эта добавка в форме таблеток, прессованных с запахом трав. Натурального цвета, небольшого размера. Поэтому тоже удобно пить, запивая водой. Обычно я принимаю после ужина. Ну что ж, друзья, показала вам покупки из магазина Здоровье и Красота DHC. Вот такие 4 вида БАДов. Пищевых добавок. Комплекс S5 ALA. Натоки надзебабы. Донник и фоскарин. Для сжигания жира, стройности тела. Патчи для глаз. Бальзам для губ. Надеюсь, вам понравилась эта часть бьюти-видео. Когда будете в Японии, средства от DHC, косметику БАДы можно купить в любой аптеке. А с международной доставкой я оставлю ссылки внизу под этим видео, где можно приобрести. А сейчас давайте распакуем еще один пакет. Купила пижамку для дома. Такую симпатичную. Пол энджо бренд. Только в Японии производят пижамы. В основном они японского производства. Но именно это попалось производство Китая. То есть французский бренд Пол энджо. Япония шьет по лицензии, но заказывает в Китае на фабриках. В общем, вот такая вот длинная история. Пижама летняя, очень легкая. Фирменной расцветки Пол энджо с котами. 100% хлопок. Как называется такая ткань? Точно не знаю. Она сжатая. Не нужно ее гладить. С коротким рукавом. Очень легкая для жаркого японского лета. Я выбрала японский L размер. Он небольшой. Если сравнивать с американскими, то примерно S размер. Посмотрим витрину и покажу вам, что купила в этот раз от бренда Hermes. Шелковые платки, конечно, у них очень красивых расцветок. Но я так редко ношу. Поэтому выбираю шарф или платки из Кашемира. Кроссовки. Голубые и персикового цвета были представлены. В замшевой коже. А вот это точно такие же, как у меня. Очень теплые с овчиной часто ношу. А здесь ароматы представлены. Твили. Вот такие кеды я тоже уже купила. Только металл в розовом золоте. Выбрала намного лучше. Смотрится на мой вкус, чем в серебряном. Итак, друзья, очередная покупка. Давайте распаковывать. 25 января подорожание на Hermes. В Японии, не знаю, как в других странах, здесь от 10 до 15 процентов подняли цены на все. Попыталась еще раз купить сумочку. Несколько раз заходила перед подорожанием. Но нет, к сожалению, неудачно. Я уже начала жалеть, честно говоря, что не купила ту 30 сантиметров. Биркин, которую предложили мне в декабре. Купила шарф вот такой красивой расцветки. Сейчас вам покажу. В прошлом видео вы могли его видеть уже на мне. С бежевым пальто надевала. Очень красиво смотрится. А по поводу сумки, вроде с одной стороны начала уже жалеть. С другой стороны, мне не понравился ни размер, ни этот цвет. В принципе, ну ничего не поделаешь. Придется ждать. Да, я, кстати, там заказала еще гель для душа, крем для тела. Уже полтора месяца прошло. До сих пор их не привезли. Что уж говорить о сумке. Ну, придется подождать. Видимо, вот такой вот шар, друзья, он длинный, достаточно широкий. С одной стороны оранжевого цвета, с рисунком бежевого цвета, лошади. А с обратной стороны бежевый. 100% кашемир. Очень мягкий, теплый. Бежевый оттенок такой же, как мое бежевое пальто. Добавляет немного радостного ярко-оранжевого цвета. И надеваю его часто с браслетом. Я купила такой браслет, тоже оранжевого цвета. Тоже от Hermes. Здорово сочетаются вместе. Все бренды поднимают цены. Louis Vuitton тоже в этом месяце. В начале февраля процентов на 7, по-моему, поднимают цены. В Hermes заказала еще посуду красивую, чашки, десертные тарелки. Но тоже до подорожания не успела купить их. Но когда придут, покажу вам обязательно в видео. Давайте распечатывать еще кое-что из косметики. Купила новый крем для области глаз. Также посмотрим Cinectif. Это самый дорогой вариант косметики от Kledepo. Помните, в прошлый раз показала вам тушь? Свою самую любимую от Kledepo. Покажу вам, чем ее можно смыть. Она водостойкая. Я обычно выбираю в коричневом цвете. Также, конечно, она продается в черном. Вот такая кисточка. Очень хороший объем придает. Немного удлиняет. Подкручивает ресницы. Давайте посмотрим вот эти вот пробники, сэмплы. Из самой дорогой линейки от Kledepo. Называется Cinectif. Я раньше пользовалась косметикой, но именно вот эту линейку не пробовала никогда. Видите, как написано? Step 1, 2, 3. Лосьон, сыворотка, крем. Лосьон стоит около 200 долларов. А вот крем, конечно, очень дорогой. Больше 1000 долларов. Но такие кремы есть в любом люксовом бренде. Помните, я вам показывала Décarté, Canebo. Тоже больше 1000 долларов стоили кремы. Конечно, они очень улучшают состояние кожи. Ничего не скажешь. Текстуры очень приятные. Ароматы. А это мыло. Я попробовала, мне очень понравилось. Вот такое вот оно в полном размере для лица. Очень хорошо очищает кожу. И аромат такой приятный. Небольшой вот такой пробничек. Ну, когда у меня закончится средство, которым я сейчас пользуюсь, может быть, даже куплю. Приятное очень мыло оказалось. Использую это его два раза в день. Утром и вечером для умывания лица. Пенка. Еще одна книжечка. Тоже попробовала из нее лосьон. Вот этот вот Step 1. Очень мне понравился и аромат, и текстура. 125 миллилитров. Тоже чуть меньше 200 долларов стоит. Но мне кажется, он стоит своих денег. Действительно, ощущаешь антивозрастной уход на лице. И плюс эта косметика, помимо антивозрастного ухода, еще снимает отечность с лица. Подтягивает кожу. Давайте открывать крем для области глаз. Это бренд Shisee. Да, линейка называется Elixir. Давно хотел попробовать этот крем, потому что он очень популярный. Получил много косметических премий. На него очень хорошие отзывы. От морщин. Можно использовать под глаза. Носогубные морщины. И еще что интересно, этот крем считается лекарственным. То есть он в Японии отнесен к категории, как бы так сказать, лекарственной косметики. То есть результат будет стопроцентный. Он доказан, подтвержден. Крем от морщин. Вот такой тюбик. Давайте почитаем, как правильно открывать. Да, вот здесь вот на упаковке написано, что нужно снять кольцо. Вот это голубого цвета. Так, давайте еще раз снимаем кольцо. Еще раз обратно прикручиваем крышку. И вот теперь крем открывается нормально с дозатором. Специально разработанная упаковка. Не пропускает кислород вовнутрь. Попробуем текстуру. Приятный свежий аромат. Крем не очень жирный, но достаточно питательный. Разглаживает морщины. Это крем с чистым ретинолом. Используют его утром и вечером. Я уже его попробовала с утра под макияж. Он тоже хорошо себя ведет. Не скатывается. Косметика на него ложится хорошо. Линейка Эликсир продается только в Японии. Она считается не очень дорогой. Средней по цене. Здесь в Японии вы можете найти ее практически в любых аптеках. Драг 100. Больших магазинах, где продается косметика. С международной доставкой я оставлю ссылку внизу под видео. Магазин Tokyo On Demand доставляет в разные страны. Крем для локального применения от морщин. Можно использовать для кожи вокруг глаз, на лоб и область носогубных складок. Возрастные изменения. Мимические морщины. Увеличивает количество влаги в коже. Выработку гиалуроновой кислоты. Устойчив к солнечным излучениям. Но днем после нанесения рекомендуют использовать средства со защитой от солнца. Особенно летом, конечно, в солнечные дни. А теперь давайте посмотрим масло для демакияжа от Lunasol. Известный, очень популярный, люксовый японский бренд. И я вам как раз обещала рассказать, как смыть тушь. Например, вот такую вот водостойкую. В принципе, любым хорошим средством для демакияжа. Это может быть и масло, и крем, и двухфазные средства специально для удаления косметики с глаз бывает. Мне еще нравится очень вот это вот масло от Canebo. Instant of Oil оно называется. У меня оно практически уже заканчивается. Это второй флакон. Хорошее средство удаляет любую водостойкую тушь и макияж со всего лица. Приятный, очень нежный, цветочный аромат. И текстура хорошая. Прекрасно удаляет косметику. И также хорошо потом смывается водой. Не слишком жирное, а густое. Лунасол. Предыдущая версия масла у меня тоже была во всех фаворитах. А это новинка. Пробовала ее первый раз. Такой приятный аромат. Но масло изменилось, конечно, полностью. Ничего общего не имеет с предыдущей версией. И новый вариант мне тоже очень понравился. Давайте я испачкаю руку разными водостойкими средствами. Карандаш для глаз, для водной линии. От японского бренда Суку. Он очень стойкий, водостойкий. Держится весь день. Другие карандаши и тушь водостойкая здесь. Наносим бальзам масла от Лунасол. Видите, какая текстура. Сохраняет форму, не течет. Такие масла используются сухими руками на сухую кожу. Наносите на макияж и массируете. Проходит несколько секунд. И косметика начинает растворяться. Ресницы можно зажать вот таким образом. Двумя пальцами немного потереть. И буквально через несколько секунд, через минуту вся косметика растворяется. Видите, не осталось ничего. После этого нужно умыться. Вторым этапом часто используют мыльные пенки, разные умывалки. Но вот это средство от Лунасол написано, что не обязательно очень хорошо смывать. Можно просто умыться водой без дополнительных мыльных средств. Если у вас кожа сухая, например, она очень увлажняющая, смягчает кожу. Хороший натуральный состав. Сквален, оливковое масло, жажаба масло. Ореховое масло макадамия. Лаванда, апельсиновые корки. Масло ши, шиповника. Экстракт листьев перилы. Входят только натуральные масла, без использования минеральных масел. В общем, это масло помимо удаления косметики, еще и ухаживает за кожей. В прошлом видео я вам показывала свои любимые туши для ресниц. И все они водостойкие. Потому что я не люблю, когда тушь течет, отпечатывается в жаркую погоду. Также водостойкие туши хорошо держат завивку ресниц. Делают их более пушистыми. Вот такой вариант называется Heroin Make. От Kiss Me. Очень хорошая. Это от бренда японского Suku. Тоже очень хорошая водостойкая тушь. У меня все в коричневом оттенке. Сейчас черную редко использую. И вот Кле Дупо, который я вам показала в начале. Любую такую стойкую водостойкую тушь можно смыть. Такими хорошими средствами, которые растворяют макияж. Масло от Лунасол мне очень понравилось. Приятный аромат, натуральный. Написано глубокий аромат, смешанный с 16 видами эфирных масел. Расслабляющий. Действительно, и аромат расслабляющий, и сама текстура. Он очень мягкий, очень нежный. Даже не знаю, как описать, как облако обволакивает кожу. И сплошное удовольствие доставляет умывание. На этом я заканчиваю видео. Надеюсь, вам было интересно. Жду ваши комментарии. Всем мира, добра и до встречи на следующей неделе.